МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мужчина 18 лет. На набережной Афанасии Никитина столкнулись три автомобиля, так называемый задний вариант. Первым в списке был Рено Меган, от удара которого Нива столкнулась с Вольсвагеном. Водителя Нивы с места ДТП увезли в больницу. В Ромешковском районе в селе Никольское трактор не пропустил Рено Логан. В результате ДТП погиб пассажир Рено, женщина 50-го года рождения. Региональная ОМВД сообщает об очередной уловке мошенников. На сей раз под ударом ваш личный кабинет на портале Госуслуги. Тверичанам поступал звонок от имени сотрудника сайта Госуслуг или оператора сотовой связи с сообщением о необходимости продления договора или совершения каких-либо других действий. Для этого звонившие просили назвать код, направленный абоненту в СМС-сообщение. После того, как граждане передавали указанную информацию, доступ к их личному кабинету оказывался заблокированным. Некоторые потерпевшие не смогли восстановить доступ самостоятельно, и для совершения данной операции они обращались в многофункциональные центры. Самое меньшее, что могут сделать злоумышленники, получить конфиденциальную информацию о человеке. В нее входит кредитная история, размер счета в банке, размер долга, а также другая финансовая информация. В дальнейшем эти сведения могут использоваться в других мошеннических схемах. Также злоумышленники получают доступ ко всей информации о вас, имеющейся на Госуслугах. Это адрес проживания, номер СНИЛ с паспорта и так далее. Могут получить доступ к электронной подписи, тем самым получив возможность выполнить целый ряд действий от лица потерпевшего. Например, осуществить сделки с недвижимостью, зарегистрировать юридическое лицо. Также злоумышленники, получив доступ к личному кабинету от Госуслуг, получают возможность оформить на ваше имя кредит или микрозайм. Самый простой и доступный способ уберечься – никому не сообщать никакие данные по телефону, номера карт, коды, кодовые слова и пароли.